На объездной дороге между селами Ильинка и Ракитная из-за сложных дорожных условий в автокатастрофе погиб 32-летний автолюбитель. Мужчина ехал в поселок Матвеевка на личной машине, но по службе, на место пожара, чтобы разобраться с его причинами. Кроссовер Хабаровчанин столкнулся со встречным грузовиком. 58-летний шофер Ниссана Дизель возвращался из поселка Гаровка. По словам его водителя, на засыпанном снегом шоссе машин больше не было. По версии выжившего, на встречную полосу выехал именно X-Trail. Противостоять изменению траектории шофер кроссовера не мог. Машина катилась под уклон. Где-то вот отсюда, где насыпали камни, отсюда пошел. И он так и пошел, пошел. И он не крутанулся так, так вот, пошел. И он не крутанул на месте так. А он так пошел. Удар пришелся в водительскую дверь кроссовера. Шансов выжать у водителя было мало. Врачи не смогли бы оперативно прибыть к месту происшествия, опять же, из-за катастрофических дорожных условий. Пытались позвонить, руки затрясись, заколотились ребят за телефон, позвонили быстро во все службы. 02, 03, 112, полиция. Ну и приехали, скоро, правда. Поздновато приехали. Ну, говорят, что уже царствие обеспечено сразу. Из покореженного салона тело погибшего достали сотрудники дальневосточного поисково-спасательного отряда. Известно, что вследствие ДТП без отца остался малолетний ребенок. Виновника столкновения назовут следователи. На время оформления аварии и по ряду других причин движение на этом участке дороги перекрывали несколько раз. На обочины из-за снежного наката стягивало и большегрузный транспорт, и легковые машины. Уже после здесь застряли? После, да. А сколько здесь застрявших? Сами смотрите. И там, и здесь. И сколько машин? Ну вот видите, вот одна, я вторую. С той стороны не знаю. Съехавшие с шоссе машины были наиболее яркой иллюстрацией к случившемуся. Контролировать движение машины в таких условиях могла едва ли половина шоферов. С места происшествия Анна Карпова и Павел Рогатин.